Привет, друзья! После революции 1917 года, на смену созданной для ее осуществления Красной Гвардии, 28 января 1918 года было организовано новое добровольческое военизированное формирование Рабоче-Крестьянская Красная Армия. А 23 февраля началась массовая запись добровольцев, в результате чего этот день стали считать днем создания РККА. Ее основателем и первым главнокомандующим считается Лев Троцкий, который был назначен наркомом по военным делам, председателем военного совета и народным комиссаром по морским делам. Однако, уйдя в оппозицию и став врагом Сталина, его исключили из партии, лишили советского гражданства, а в 41 году и вовсе ликвидировали. Но многие помнили заслуги Троцкого и то, что именно он стоял у истоков создания Красной Армии. Однако, так как его признали иностранным агентом и контрреволюционером, необходимо было стереть его связь с армией. Для этого постепенно были приняты определенные меры. В 35 году были введены новые воинские звания и знаки отличия. В 39 году рабоче-крестьянская Красная Армия без особых приказов постепенно становится просто Красной Армией. В 40 году упразднены звания Камбрик, Камдив и Командарм. В 43 году вернулись утраченные традиции ношения погон и знаков различия времен царской России. К тому же стало понятно, что изначальные планы провести коммунистическую революцию во всех цивилизованных странах мира уже не получится. И строить социализм необходимо в отдельно взятой стране. При этом Красная Армия, созданная для защиты интересов пролетариев всех стран, нуждается в реформировании и смене вектора своей деятельности. В 46 году в одном из избирательных округов Сталин сказал, что во время войны советский строй выдержал серьезные испытания и надо его позиции еще больше укрепить. Красная Армия должна стать советской, а красноармейцы советскими солдатами. В слово советский вкладывались понятия армия, народ и строй, а вместе они закрепляли избранный народом путь социализма. 25 февраля 46 года Сталин подписал приказ о преобразовании Народного комиссариата обороны СССР в Народный комиссариат вооруженных сил СССР, а 15 марта о переименовании Народных комиссариатов в министерство. При этом четкого приказа, в котором говорилось переименовать Красную Армию в Советскую Армию, нет. Но предыдущих приказов оказалось достаточно, чтобы процесс был запущен. За два дня до этого, 23 февраля 46 года, был опубликован приказ Сталина, в котором говорилось «Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, сержанты, офицеры и генералы, сегодня мы празднуем 28-ю годовщину существования Красной Армии». А в приказе Сталина по случаю празднования 1 мая Красная Армия уже не упоминается. 24 июня 46 года был введен в действие новый устав внутренней службы вооруженных сил СССР, в котором уже используется термин «военнослужащий Советской Армии». Процесс переименования армии затянулся на год, но уже в приказе министра вооруженных сил СССР Иосифа Сталина от 23 февраля 47 года говорилось «Сегодня наша страна празднует 29-ю годовщину существования Советской Армии». Да здравствует Советская Армия и Военно-Морской Флот! Кому понравилось видео, не забудьте подписаться на канал, оставить комментарий и нажать на колокольчик. Впереди вас ждет еще много интересных и необычных фактов. С вами был Алекс Мосс, спасибо за просмотр, до новых встреч!